приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова начну я свое видео вот с такой красоты я вообще не понимаю что происходит вообще-то хризантемы цветут осенью но у меня уже они зацветают вот такая красота у нас третий день льет дождь там еще раз цвела вот такая бордовая очень много бутонов земелька конечно же просила влаги и вот выпросила вот такая сырость у нас здесь вот мой мог разрастается в общем немножко погода дал дала передохнуть всем растишка вот такая такой юка или такая юка был совсем плохой сейчас вот после дождя все поползло вверх сейчас вам покажу черешенку которая чуть не погибла видите хорошо что я увидела вот здесь вот все она хорошо принялась а потом я заметила что как-то все стало сохнуть и нашла причину завелись муравьи в корне и начали жрать ее с корня в общем спаслась я великим воином есть такое средство и во время вот эти две веточки остались вот здесь потом почка распустилась и пошла расти в общем как только я избавилась от этого муравьиного гнезда в корне дерева все сразу остановилась сохнуть черешенка и вот эти две веточки я надеюсь пойдут расти так что вот вам еще если вы заметили что дерево изначально вроде бы то принялось а потом почему-то стало сохнуть обследуйте корень может быть взрыхлите посмотрите могут быть причиной муравьи ну сейчас думаю все будет хорошо я сходила в огород собрала урожай перца и хочу сделать заморозку на зиму но заморозка это будет в виде фаршированного перца уже купила я куриные грудки я не люблю там и свинины из говядины почему-то мне нравится птицы вот так что сейчас вот на фарширую этот перчик сорвала самые крупные представляете ведро естественно он грязный ух тяжелая тут наверное как бы килограмм не 7 вот и хочу использовать чтобы дома не слишком пачкать ванную там раковина будем использовать тачку я ее вымыла сейчас помою ведро и в этой тачке просто помою наш перчик здесь у меня уже шланг останется сейчас включить воду не знаю как получится у меня это одной рукой странно вода закончилась что ли вот это да ну перегнут шланг нет представляете выключили воду вот это новости сейчас пойду посмотрю может быть я там не включила а вот она и причина представляете сорвала хомут и бьет сейчас будем все устранять ну ладно пока я здесь сейчас я вам покажу что я здесь понатворила до дождя вчера успела видите вот этот пятачок был ну вот здесь вот возле сарая был такой внушительный пятачок который мне нужно было снять этот дерн снять убрать эту траву и все вывести вывести эту землю с камнями в общем вот здесь все расчищена уже под плиточку ну как под плиточку еще будет сыпаться здесь щебень песок потом опять песок и вот здесь вот уже площадка готова под укладку плиточки видите уже трава начала расти все же снимала все опять дожди прошли и все пошло расти посмотрите какой здесь перепад высот вот это все мне предстоит еще убрать здесь наверное сантиметров 70 вверх вот это все все нужно будет снять ну чтобы хотя бы но не до конца вот под этот уровень снимать но сантиметров 50 точно снять чтобы хоть как-то мало-мальски выровнять двор видите вода стоит уже не впитывает опять сейчас прошел ливень в общем вот такая грандиозная работа проделанная мной помните здесь городушки были которые я тоже поубирала все это вынесла и сняла вот этот слой земли чтобы выровнять здесь сделать красоту когда-то здесь будет очень красиво цветочки плиточка шезлонги летняя веранда в общем красота вот еще хочу показать смотрите как пошла картошка расти эту картошку я сажала 27 мая и она уже практически отцвела там чуть-чуть вот есть мелкие цветочки а так она уже отцвела сажала я здесь он даже уже семена вот эти от цветочка видите бубочки эти висят уже все отцвела практически потом покажу урожай ну сейчас копаю картошку вот там на основном поле не могу сказать что она крупная но что-то да нарастет в зиму нам хватит и на этом спасибо так ну ладно сейчас мне надо устранять вот этот разрыв если смогу устраню нет значит буду ждать лёшика и как там прислонила вот чем друзья почему хочется сделать летнюю веранду чтобы вот это все не тащить дом чтобы поставить там газовую плиту баллон и можно все это делать так скажем вне дома поэтому обязательно будем делать летнюю веранду так ну ладно еще разочек промою смотрите какие красавцы просто красавцы сейчас делаем заморозку видим фаршированного перца зиму ну вот друзья еще нарвала зелени петрушечка здесь укропчик сейчас немножечко просохнет хочу чуть-чуть засушить молодого укропчика который я сажала уже в июне очень хорошо удачно теперь наверное все время буду так делать потому что основной укроп уже пошел в семена конечно это пойдет в огурчики там в помидорчики когда буду консервировать моника пришел ну а молоденький укроп конечно вот такой пушистенький хорош везде салатики закрывашки и так далее хочу вам показать друзья какое варенье у меня получилось из кабачков вы правильно мне написали к сожалению не помню как вас зовут вы мне посоветовали это варенье с лимоном и я его сварила и что вы сказали что она у вас до зимы не доживает да друзья это очень вкусно из трех килограммов кабачков у меня получилось одна пол литровая баночка лёшек забрал с собой одна вот такая наверное 750 грамм от огурчиков и две вот такие баночки как из-под майонеза 250 грамм и одна вот такая вот баночка ну здесь грамм 300 вот это получилось из трех килограмм кабачков и вот все что осталось я думаю что действительно к зиме это варенье не до не дотянет я уже нарезала собрала 5 килограмм кабачков уже все их перерезала и в это варенье я хочу добавить еще апельсин то есть помимо лимона еще будут будут и апельсины очень хочется мне попробовать а вот посмотрите я не знаю сколько здесь кастрюля литров литров 5 наверное уже осела было прям под завязку засыпала я сахаром порезала кубиками и пусть так стоит может быть до вечера может быть даже до завтра все уложится все усядется и буду варить значит здесь получается что на 5 килограмм кабачков два с половиной килограмма сахара то есть два к одному 2 это кабачки один это сахар а вот порезала засыпала сахара стоит получится сироп завтра буду также кипятить несколько раз то есть несколько приемов закипятила отставила следующие остывают остыли до полного охлаждения опять кипячем на среднем огне огне уже пять минут отставляю опять остывают следующее кипячение уже там минут 7 и так далее не так вот целый день я варю это варенье но получается вы видели в виде цукатов и это просто обалденное значит сюда сок лимона на 5 килограмм у меня пойдет 5 лимончика в среднем и три апельсина вот такие приблизительно лимоны здесь 6 штук до 6 ну вот пять из них то есть килограмм один вот такой вот лимон но и три апельсина прямо с цедрой порежу кубиками и добавлю до лимона я тру сначала отделяю цедру потом выжимаю сок можно не выжимать можно кубиками вы мне там писали но лимона я не кубиками а отжимаю сок сегодня забрала небольшой заказ нова адрес это вот такая такой стерилизатор для банок 160 рублей в общем самый дешевый нашла на зоне что-то 260 264 и выше а вот такой стерилизатор купила купила вот такую воронку чтобы удобно было и варенье в банку набирать и да и вообще что-то сыпать допустим тот же сахар соль если засыпается но в общем вот такая вороночка по моему 120 рублей тоже покупала на в адрес а вот друзья хочу вам показать как я вчера в общем немножко замерзала в доме но газ не хотелось включать отопление я имею ввиду что я придумала у меня есть вот такая чугунная крышка я не знаю откуда она вот я ее положила на плиту у меня здесь вода чтобы не сушила воздух и воду в эту я капнула немножко эфирного масла там не мяту капала и бергамот и кофе разные у меня есть набор этих масел и в общем вязала целый день целый день шел дождь и вот так вот я грелась вот эта крышка чугунная нагревается вода на ней кипит испаряется вот это эфирное масло и их а короче вчера вот так вот релаксировала собрала еще немножко огурчиков навязалась очень много ну в общем пока вот соберу может быть еще денечек и соберу на баночку а дальше я думаю что пойдут уже более такими большими порциями там очень много навязалось конечно это первое сначала их мало потом их собираешь ведрами привез лёшек мне вот такую мясорубку электрическую нашел у себя в закромах старая старая уже пожелтел пластик но будем надеяться что проработает думаю долго раньше делали как бы вещи более качественные мулинец да вот так что сейчас буду делать фаршик но и замораживать перчик в зиму до решила вам показать вот эта крышка для стерилизации банок посмотрите сюда входит трехлитровая банка 1 дальше можно поставить более мелкие банки там литровые ну даже двухлитровая не поместится что-то меньше двух литров я думаю что будет удобно в общем такая вот приблуда у меня появилась есть такие же крышки но с одним отверстием а вот ну решила купить с я думаю что так дело пойдет быстрее стерилизация пройдет быстрее чем вот с 1 с 1 этой дыркой мясорубка просто на 1 2 справилась со своей работой здесь я уже сделала фарш единственное что я поставила в нее более крупную сетку на мелкой как-то быстро заматывается этот нож и пришлось раскручивать она более крупной сетки очень все быстро перекрутилась здесь я промыла рис для фарша для фаршировки перца и варить я его не буду сейчас залью кипятком он у меня постоит минут 10 в кипятке солью и сразу добавлю вот фарш но дальше все просто пережарю лучок чесночок морковочку на растительном масле все это дело посолю 3 перчу и добавлю мелко нарезанную зелень и все потом просто на фаршируем наш перчик опять пошел дождь представляете целый день только только вышла вот перец резала только зашла вот лучок забыла вырвать только зашла и полило вот а мы недавно с лёшиком узнали что в чеплыгине июля это самый дождливый месяц лета удивительно обычно самый жаркий засушливый а здесь идут дожди вот так интересно про чеплыгин как капельки поблескивают красота ну а я уже здесь вычистила перчик вот так много получилось почистила морковочку вот кипятком залила рис и он уже он уже такой мягкий думаю что не нужно его варить раньше я варила потом где-то услышала увидела и мне понравилось больше просто вот залить кипятком потому что перчик будет конечно же тушится минут 30-40 и конечно же приготовиться рис дойдет до готовности слышите как дождь шумит по крыше обалдеть посмотрите что творится поземка из дождя вот такие вот капли вот такой вот ливень по асфальту ну может быть пойдет расти картошечка отойдет трещины затянутся в земле трещины в палец а то и больше давайте немножко расскажу о вязании скажу по секрету что опять идет пряжи из мира вышивки точно такая же кабле только другой оттенок и я решила попробовать может быть даже это покрывало будет вот здесь на кухне очень давно мне хотелось закрыть вот эти подушки и я решила что можно сделать наволочки сюда вот такие вязаные ну и конечно же небольшое покрывало смотрите какая красота как сразу стала красиво смотреться подушечка вот так и вот эта темная ткань с этим желтым фоном очень очень красиво ну а в спальню я свяжу все-таки плед может быть немножко другим рисунком и оттенок там будет а впрочем не буду раскрывать тайну посылочка идет скоро будет у меня дома кстати очень быстро идет посылка и вы мне там писали кто заказал по моему промокоду своими руками вы писали что посылка дошла на два дня раньше обещанного да действительно очень хорошая доставка в этом магазине мир вышивки не забывайте 5 процентов скидка промокод своими руками русскими буквами ну и второй промокод латинскими буквами ситникова так что вот вам два промокода хотите так хотите по-другому в общем можно пользоваться уже скидочкой жду с нетерпением эту пряжу можно быть что-то получится кроме пледа еще кое-что у меня есть мысли есть пайетки попробую связать образец и может быть будет не плед а что-то другое но вот мои хорошие такое небольшое влоговое видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока